Ульяновские парки преображают к новогоднему сезону. Парк Победы уже украсили гирляндами и подвесными фигурами. Всю зиму здесь будут работать каток и горки. Все желающие смогут взять на прокат коньки и лыжи. Сейчас очень хорошо идет подготовка, очень позволяет погода. В семье и в Победе, например, появятся катки. Здесь уже в семье начали заливать, как в Парке Победы. Новая фотозона появится в Парке Победы. Отреставрирована она очень хорошо. В парке «Семья» в Засвияжском районе каток будет расположен около центральной сцены, вокруг фонтана. Также каждую субботу и пятницу в семье проводятся развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Еще одной ледовой площадкой станет эспланада около Соборной площади. Об этом доложил гава спортивного ведомства Николай Скобелин. Также в зимний период будет санкционировать каток на экспланаде по круговому движению до площади Соборной. Лед планируется залить к 20 декабря. В праздничные новогодние дни и в воскресенье время работ катка с 13 до 23 часов. Городские парки и скверы украсят разноцветными флажками, гирляндами и новогодними композициями. На 23 и 24 декабря запланировано открытие елок. Также дирекция парков подготовила для горожан два новогодних конкурса с ценными призами. Также мы запустили два конкурса в парках. Это, например, акция «Зимний парк». Это акция на фотографию, где люди выкладывают фотки парка своими историями. И мы будем выбирать победителей, их будут ждать ценные призы. Также еще проходит конкурс на самую большую, самую красивую, самую креативную елочную игрушку, которыми мы и будем украшать наши елки, которые будут размещаться в парках. Принять участие может любой желающий. Более подробную информацию об участии в конкурсе и местах проведения можно узнать на сайте oopark.ru Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ